У нас тема нашего собрания — это пророчество и молитва. И как раз напросили меня делать это в контексте 37 главы Эзекииля. Я не скажу, кто попросил меня. Мы начнем, мы базовым начнем это местописание, чтобы потом разобраться, что же такое молитва и что такое пророчество, как они между собой пересекаются. Итак, Эзекиил 37, может быть, один из самых старых местописаний, которые мы все знаем из книги Эзекииля. Эзекииль означает Божья поддержка или сила. Это местописание вдохновило многих проповедовать, местописание, учение, даже и песни слагались на этом местописании. В этой главе пророк Эзекииль был введен Богом в долину, которая была наполнена костями. И в этот момент Бог вдохновляет Эзекииля пророчествовать к костям. Говорить этим костям от имени Бога. Если мы рассуждаем о молитве как разговор между человеком и Богом, тогда у нас много можно будет рассуждать о молитве вообще. Но молитва для меня это диалог вместе с Богом. Иногда я говорю, он отвечает. А часто он говорит, а я должен отвечать. Мы также видим такой же подход у Господа через это местописание, которое мы читаем. Здесь как будто Бог и Эзекииль имеют небольшой диалог или разговор. И Бог просит Эзекииля что-то сделать особенное. В 5 и 6 стих порока Эзекииля, 37 главы. Вот что Бог говорит Эзекиилю. Так говорит Господь Бог костям Сим. Вот я введу дух в вас и оживите. И обложу вас жилами, выращу на вас плоть, покрою вас кожей, веду вас дух и оживете. И узнаете, что я Господь. И иногда Библия показывает нам очень удивительные и странные картины. Особенно в книге Эзекииля открываются очень странные картинки, которые можно себе представить. Метафоры, которые используются здесь в Библии, особенно в этом местописании, очень уникальны. Что же эти сухие кости из себя представляют? Какая же исторический контекст связан с этими костями? И как это связано сегодня с нами в наше время? Перед тем, как мы начнем разбирать это порочество, давайте узнаем, что предвещало этому порочеству в этой главе. В 36-я глава Эзекииль начинает пророчиться или же провозглашать благословение над всем Израилем. Что Израиль все-таки принесет плод, несмотря на то, что они уже находятся в изгнании. Что они вернутся в свои города и будут опять распахивать землю и опять будут иметь плоды. В то время, когда жил Эзекииль, мы знаем, что Бавилонское царство распространилось на территории Израиля. Захватило народ. Мы помним и Даниила, и его друзей. Они уничтожали города и разрушили сам храм. Если вы будете смотреть на то, что произошло тогда, то восстановление фактически не имело даже места быть. Израиль был под контролем самой большой и влиятельной империи того времени. И мы это видим и читаем через все Писание. У нас четвертое царство. Мы читаем в 24 главе, как было изгнание Израиля или же их порабощение и взятие в Бавилон. Четвертое царство, 24 глава, 14 стих, что они взяли весь Иерусалим, то есть всех людей и переместили. Все те, кто искусственные были, те, кто умели что-то делать. Примерно 10 тысяч человек были изгнаны из мест в свое обитание. И дальше сказано, что там никого не осталось, кроме самых нищих людей в земле. Живя, и те, кто остались в городах, они не могли представить себе, что возможно какое-то восстановление вообще. И можно подумать и представить, что как в картине, они были как эти мертвые сухие кости. В них не было никаких признаков жизни. И нужно было фактически чудо, чтобы что-либо возобновить или построить обратно в земле Израиля. Я с вами это объясняю, чтобы показать именно основу того пророчества, которое мы будем разбирать. Что же все-таки эта долина сухих костей имела вообще имеет значение? Что это представляет? Похоже, что Господь берет Израиля в это время и ставит посреди долины. И говорится, что в этой долине полно костей, причем сухих костей. И Бог начинает спрашивать вопрос. Могут ли эти кости ожить? И Эзекиил, он был участником, или же фактически видел, как вавилон, вавилоняне уничтожили Иерусалим. И он понимал и знал, что невозможно Израиль восстановить из мертвостей. То есть, того разрушенного состояния. И те кости сухие, лежащие в долине, указывали на эту картину, что невозможно восстановление. И Эзекиил, он начинает мудро отвечать. И он говорит, ну конечно, только ты же знаешь. Он, конечно же, мог бы представить несколько таких предложений, или предложить Богу некоторые варианты. Но он понимал, что Бог является Богом невозможного. Только Бог может вернуть жизнь там, где нету жизни. То есть, к мертвому поднять его из мертвых. И Бог говорит, чтобы Эзекиил пророчествовал над этими костями. И тогда мы приходим к вопросу, и так, что же такое пророчество? Если очень просто объяснить, пророчество — это то, что Бог, слова, которые Бог дает тебе сказать. В какое-то особенное время, или в особенной ситуации. У нас, конечно, есть очень много разных идей насчет пророчеств. Некоторые люди имеют такое мнение, что пророчество где-то на самой высокой ступеньке этой лестницы недостижимо. Но то, что мы увидим в Писании, это очень простое выражение. Высказать то, что Бог положил человеку в сердце. Говорить как Слово Божье. В этот момент, Бог подводит Эзекииля, чтобы он пророчествовал. И Бог говорит ему конкретно, что сказать. Чтобы эти кости соединились вместе. А потом он говорит, скажи им, чтобы они нарастили в себе жилы, плоть, кожу и так далее. Итак, Эзекиил начинает говорить эти слова. Он начинает повторять то, что Бог уже ему сказал. И даже когда-то все происходило, мы видим, что это тела, эти тела не имели жизни. А потом Бог говорит, чтобы Эзекиил повелел Духу войти в эти тела. И они ожили. Эти тела встали на свои ноги. Достаточно людей, чтобы создать из себя большущую армию. И в этот момент разговора, молитва между Эзекиилем и Богом, И Бог говорит, дает Эзекиилю слова, чтобы пророчествовать. И слово дыхание То же слово, которое используется в бытие, когда Бог вдохнул в Адама жизнь. И в этот момент происходит послание Слова от Бога всему Израилю. Своё, как бы, понять, это обещание тем, кто уже в плену в Вавилоне. В то время евреи были рассеяны на, ну, как бы, в старом том мире по той земле, где были взяты. И это означало, что была возможность о восстановлении. Малая надежда. Но чтобы это восстановление произошло, они должны быть в каком-то состоянии. Они должны были желать Бога. Другими словами, настолько осушенные, а столько нет в них жизни, как сухая земля, которая желает восстановления. С одной стороны, чтобы этот Израиль стал взывать к Богу, то есть, орать или же вопить к Богу. Я надеюсь, вы уже видите эту, как бы, составную молитву или же разговор с Богом и пророческое Слово, которое Бог дает и исполнение обетования, которое Бог давал. Мы можем увидеть исполнение этого пророчества очень разнообразными историческими или же библейскими картинами, или как-то, что бы исполнилось. Первое исполнение этого пророчества было о том, что Израиль вернулся из плена Вавилона обратно в землю Израиля. В книге Изра первой главе с первого по четвертый стих. В первый год Кира, царя Персидского, в исполнении Слова Господня из Усеремии возбудил Господь дух Кира, царя Персидского, и Он повелел объявить по всему царству Своему словесно и письменно. Это первый раз, когда идет исполнение Слова, которое Бог говорил через пророка. Вот здесь еще говорится нечто о пророчестве. Что такое пророчество? Это первое, что пророчество может быть не только одно, их может быть несколько вариантов исполнения пророчества. Это не всегда так должно быть, но в Писании мы видим несколько таких примеров. Когда они возвратились из Вавилона, они увидели, что вся земля Израиля, она в небрежном состоянии. Города разрушены, нету ничего. И во времена Неемии они строят стены и восстанавливают храм. Таким образом Бог исполняет пророчество или же видение, которое Бог давал Изекиилю, но Он там не останавливается только на этом. Даже при том, что физический дом Израиля восстановлен, но также понять можно, что остаются мертвые кости, которые лежат в грехе. Похоже, что этот оборот идет не только к Израилю самому. В Ефесянам 2, 1 и 2. Ефесянам 2, 1 и 2. И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы никогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духодействующего ныне в ценах противления. Всем нам нужно вот такое чудо, чтобы получить новую жизнь. Теперь мы можем увидеть, как это пророчество перемещается из того ветхого в наше время или же время, когда Новый Завет описан. Ишуа встает перед нами, как тот, кто дает новую жизнь в старые кости. Итак, через Его смерть и воскресение, каждый, кто уверит в Него и примет Его как личного спасителя и Господа будет новым творением. Второй Коринфянам 5, 17. Теперь, тот, кто в Мессии, Он новое творение. Ветхое прошло, все новое. Как мы принимаем новые органы и тела, которые наполнены Духом Божьим, которые также являются Духом жизни. Мы можем сделать много таких примеров из пророчества Иезекииля. Когда Бог дает нам слово, Он всегда Его исполнит. То есть, обещанное Он исполняет. Он сделает то, что обещает. Он не только обеспечивает наши физические нужды. Матфея 6, 11 говорится, дай нам хлеб насущный. Но Он не останавливает только на хлебе насущном. Но Он усматривает то, что нам нужно глубокое духовное возрождение, нужда. И это может исполниться или же эту нужду исполнить только Бог. Мы не можем дышать или жить без Духа Божьего. И мы не можем жить без того, что Бог живет в нас. Как я уже до этого говорил, пророчество может исполняться не только один раз, единственный. Даниила 9, глава, если вы помните, где говорится, мерзость запустения. Это слово могло быть исполнено в нескольких личностях в истории человечества. Антиокеус Эпифаниус IV. Мы помните это во времена Маковейские, да, Эпифаний. Он также мог исполнить этот образ. потому что он поставил статую Зевса в храме и принес нечистое животное. И по законам, еврейским законам, он принес нечестие. А также это местописание Даниила 9, глава описывает будущее и пришествие Антихриста. Тот, кто сможет изменить времена, сроки или же события, да, и он поставит в храме место для поклонения, то есть мерзость запустения. А также можем научиться из этого. Можно сказать, независимо как мы бы не нарушали Божий закон или как глубоко бы мы не падали в грехе, независимо от того, насколько бы наши кости не были сухие, ответ очень простой, Бог может восстановить все. Конкретно можем нечто увидеть из этой 37 главы. Те обещания, которые Бог дает, Он всегда исполнит. окей итак, хочу дальше продолжить. Это всего лишь было то, чтобы положить фундамент нашему разговору. А что такое пророческая молитва? Когда-нибудь вы молились вообще? И потом задумывались, а вообще, я молюсь, а что Бог думает обо мне, об моей молитве? Кто-нибудь такой был, ты молишься и думаешь, а что же Он думает обо мне? Кто? Ну, есть такие люди? Есть. Три. Три человека. Ну, ладно, бывает так. Только три. Хорошая идея. Хорошо, когда ты молишься, а потом вообще-то думать, что вообще твоя молитва, это идет диалог. Не монолог, диалог. В наших молитвах мы приходим с большим списком вопросов или же прошений. А потом говорит, аминь, а теперь, ну как, где они? И я могу просто слышать Бог где-то в背景 сказать, «Эй, секундочку, секундочку, мне хочется тебе что-то сказать, но вы уже все, отключились». что же Господь хочет, чтобы мы понимали и вразумлялись чем? Как я сказал, самое простое объяснение вообще как бы молитвы, это диалог. надо не просто говорить, что у нас в разуме, чем мы пришли к Нему, но нам нужно еще немножко подслушать, научиться слушать, что в Его сердце. Для меня это самое очень важное, мне хочется узнать, что в Его сердце для меня, что Он думает о том, что происходит. А потом мне нужно ответить на то, что Он уже говорит. Как Езекиил. Бог взял его, давай, пойдем в долину, и начал там с Ним говорить. Сделай это, сделай то. И Езекиил это делал. И он действовал на то, что Бог просил. Как часто мы отвечаем на Его просьбы. Мы настолько приокупированы нашими идеями, мы перестаем думать о том, что, а что же Господь имеет в виду, когда мы к Нему обращаемся. Это означает по-настоящему начинать слушать. Я уже говорил об этом. Когда Господь нас сотворил, Он знал, что у нас будет проблема с этим. Поэтому Он дал нам всего лишь один рот и два уха, чтобы мы научились слушать Его. И скажу так, вам лучше научиться. пророческий проспект пророческой молитвы это означает, вы можете молиться с откровением, можно сказать, пророческое откровение внутри нашей молитвы, которое дается нам Духом Святым. Бог наш, Он Бог Откровения. Не только книга Откровения, которую в Библии у нас есть, но Он Бог, который открывает или раскрывает нечто для нас. А потом мы должны быть готовы принять то, что Бог открывает. Но если мы не открыты принимаем, что Бог дает, тогда Богу сложно открыть или сделать откровение для нас в наших молитвах. Я также видел то, что в этом пророчестве Езекииля сказано, что Он был готов принять откровение в этой позиции среди долины. О чем я говорю? Дух Святой желает открыть для каждого из нас то, чего вы не сможете естественно понять. По природе имеется ввиду. Я нахожусь в такой позиции, где я путешествую. В многих местах я нахожусь. И многие люди просят приходить помолиться за них. и они приходят с ожиданием, что Бог откроет некоторое откровение для них от Бога. Итак, что я делаю? Паника? Или мне попросить у Бога открыть все, что Он хочет? Я часто молюсь за людей, перестаю и начинаю говорить то, что я чувствую, не зная о них вообще ничего. Они потом смотрят на меня с большими глазами. Как ты это узнал? Я не знал, а вообще как бы так, я просто говорю то, что чувствую. Но Бог открывает. Это всего лишь часть того, о чем я говорю. Бог хочет не только свое намерение открыть, но и свое откровение. И познание Бога позволит вам молиться. Это одно из сторон пророческой молитвы. Если бы у нас было больше времени, я бы открыл вам еще некоторые проспекты именно пророческой молитвы. Какие у нас есть подтверждения пророческой молитвы в Писании? А Вакуума? У меня часто с этим пророком есть проблемы, когда я проповедую это в Голландии или других скандинавских местах. Потому что на датском ты говоришь Хабакук. Хочешь печенька? Это так переводится. Поэтому когда я говорю Авакума, то есть Хабакук можно попасть в проблемку с печеньком. Итак, Хабакук chapter 2 verse 1. Listen carefully. Давайте мы послушаем очень внимательно. на стражу мою стал я и стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне и что мне отвечать по жалобе моей. Итак, очень интересное местописание. я ожидаю, стоя ожидаю. я стою, наблюдаю, чтобы узнать, что Бог может и хочет сказать через меня. Когда мы молимся, я могу сказать, что мы в этот момент ставим себя на позицию возвышенности, наблюдаем, на башню, наблюдая. И тогда мы можем смотреть мы в немного позицию мы ставим себя немножко выше, чтобы наблюдать с высоты. Я думаю, вот почему у нас есть еще платформа. что люди могут видеть дальше. чуть-чуть. Но Аввакум говорит, на страже мою стал я, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать. ты может сказать, я ждем и увидел что пропитное слово Бог дает мне. Это его думает? Это эта идея. Я стою, чтобы узнать, пороческое слово Бог дает мне. Что Господь сделает через меня? ты получаешь от Бога и отдаешь. И здесь сказано, я отвечу, когда я буду готов. Он не говорит, нет. Я боялся that I will answer when I am reproved. Я отвечу, когда я буду reproved. Это не утвержден, а another word. Another word, reproved. А? No, reproved. when God talks to us, He sometimes has to tell us, no, you need to tell it like this. Бог когда говорит, Он может сказать следующее, нет, я хочу, чтобы ты конкретно вот это сказал. Not like that, like this. That's why I keep saying, it's so important do we learn to listen. Вот почему мы должны научиться слышать. And that we understand that we are able to receive from God and pass that on to someone else. Чтобы мы могли быть способны принять от Бога и передать другим. Okay, it's like I said in the beginning. Как я сказал в начале. We're basically just repeating what God has told us. Фактически мы передаем, что Бог нам скажет. Okay, there are variety of forms that prophetic can take. много есть различных молитвенных пророчеств или пророческой молитвы может проявляться. они могут не похожи друг на друга. И вы также не сможете принимать одинаково то слово, которое Бог будет давать вам. Есть разные ситуации, которые идут идея в том, чтобы получить пророческое внутреннее расположение до того, когда вы начнете молиться. Я это делаю очень часто. Кто-то подходит ко мне, и просит меня помолиться. И я пока не начну молиться, я молчу. и даже люди начинают нервничать, вообще-то что-то скажут, не скажут. Что в этот момент я делаю лично? Я прошу Бога, о чем мне помолиться? Я не знаю. Хорошо. Хорошо, некоторые люди приходят и говорят всю историю. их историю жизни. Я вам скажу так, внутри я думаю, вообще-то мне это не интересно, что ты говоришь о себе. Конечно, я не пытаюсь людям это сказать, но честно сказать, оно мне не нужно. Но иногда нам необходимо ожидать от Бога. В данной ситуации как будто у вас должно быть личное пророчество к этому человеку. А возможно Бог направит вас каким-то другим путем как молиться. это может быть что Бог говорил к вам раньше. А возможно это перед тем, когда вы начинаете молиться у человека, Бог уже начинает. Но вы все равно в молитве начинаете это проявлять. часто мне Бог говорит в то время, когда я иду на собрание или на встречи, и Бог говорит, ты встретишь такого и такого человека. Они будут одеты в это или в другое. и я бы хотел, чтобы ты за них помолился конкретно об этом. Однажды я был в Бразилии. Одна из моих дочерей живет в Бразилии. Я учил в одной из больших церквей. И внезапно в то время, когда я проповедовал, вдруг Господь начал ко мне говорить. А я вам скажу, это не очень приятно, тяжело, когда ты посреди своей проповеди должен отвлечься. я говорю, Господи, я же все написал. Давай я хочу все это высказать, а потом. А в тот момент Бог начал ко мне обращаться и говорит, дай мне возможность сказать. Несколько минут я просто застыл безразговорно. я думаю, три минуты. А пастырь как раз сидел на другой стороне платформы и видно, что он нервничал. А потом Господь как бы к свободу пришла от Бога. И Господь начал говорить, есть здесь одна девочка, маленькая девочка. что вы понимали, это собрание где-то около четырех тысяч человек было. В Бразилии большие церкви. Хорошо? Ну, где-то четыре тысячи человек. Когда много людей, мне тоже как бы нервы сдают. А когда особенно Бог конкретно что-то говорит, если вы даете правительное слово, то все где-то кому-то это понадобится. Но когда Бог говорит какие-то особенно конкретные вещи, Бог тогда говорил, здесь есть, сейчас присутствует, девочка, которая восемь лет, девочка, которая в леггинсах, красно-белая полоску, и сверху одета еще желтая футболка. Боже, я должен это сказать им? Да. Я, как сказал вам уже, я нервничаю. Посреди моей проповеди. Я остановился. Еще одну деталь. И Бог говорит, она в этих леггинсах, потому что у нее есть язвы на ногах. Она закрывает это, они текут. Я остановился, говорю, похоже, что Бог мне начал говорить, здесь девочка маленькая, здесь в леггинсах белок-красных, желтая футболка, а у нее еще есть язва на ногах. Мне казалось вечностью, но, наверное, прошла только минута. Тишина. И где-то такая женщина уже в возрасте начала идти к платформе. И за ручку она вела похоже где-то восьмилетнюю девочку с желтой футболкой и в леггинсах белок-красных. Она поднялась к нам на платформу и сказал, а в чем проблема? Она взяла и сняла колготки с этой девочки. Я никогда не видел чего-либо подобного ужасного на ногах человека. Во всех частях ее ног. Как язва, которые такие небольшие, как будто оно текло, как бы, знаете? пус running down her legs. И я говорю, Господи, а теперь что? Молись. Молись. Я говорю, хорошо. хорошо. Я иногда не очень смелый. Я сказал, давайте мы все встанем и начнем молиться. Я возложил свои руки на нее. Я говорю, Господи, пускай придет это исцеление в ее ноги. И пускай будет исцеление. очень просто. Абсолютно не какого-то особенностей. Они, конечно, ушли. Два дня спустя я обратно в этой церкви проповедую. Когда я только зашел в здание, я почувствовал какое-то такое состояние, напряжение. и потом люди говорят, знаете, разговоры, шепчание. Я подошел к пастору, говорю, что такое, что за кипиш? Пастор говорит, ты что, не знаешь? А мы только начали собрание. И тут пастор говорит, так показал. Эта женщина в возрасте с маленькой девочкой поднялась на платформу. Теперь девочка была без колготок. Ее ноги полностью были восстановлены, не было язв. сказали. А потом мне сказали. А потом они мне рассказали историю. Эта девочка уже страдала этой болезнью почти три года. Она не могла спать по ночам. после того, как ты помолился за нас, мы поехали домой. Она три дня до этого не могла спать, потому что та боль, то, что она царапала и все остальное. В ту ночь она заснула и всю ночь спала. А утром ее ноги были полностью исцелены. Вот о чем я хочу говорить и говорю с вами. Бог хочет давать это для своего народа. Я бы еще рассказал несколько историй, но давайте будем открытым разумом, чтобы принять именно такое пророческое пророческое молитву, то, что здесь записано. То состояние пророческое, которое ведет нас к молитве, чтобы мы могли молиться силой. Это может случиться до того, как некоторые вещи происходят. А возможно, это происходит тогда, когда вы просто молитесь. и начинаешь чувствовать, твоя молитва меняется. И когда вы молитесь, вдруг вы начнете переживать, что ваша молитва меняется. Как будто вы сделали шаг выше своей молитвы. Вы начинаете молиться более провозглашенной силой. И Дух Святой начинает направлять вас конкретно. И Он дает вам откровения какие-то. Как ты должен молиться? В Бельгии, когда я служил, там мы тогда там жили, в Бельгии. Я начал магазин, христианский магазин. Некоторые люди заходили в наш магазин, христианский магазин, не только купить какие-то Библии или что-то, но также, чтобы за них помолиться. В одно утро я почувствовал какое-то такое сильное давление надо мной. Я поднялся на второй этаж, я начал молиться на коленях, и я был переполнен, и меня начал плакать, я не мог остановиться от моих слез, и говорю, Боже, что происходит? И сначала ни одного ответа, непонятно, что происходит. потом все остановилось, и я услышал, как открылась дверь в магазин. Я спустился вниз, стоял мужчина, и он говорит, что-то я не понял, что я здесь нахожусь. я даже не знал, что такое место есть, я просто шел и зашел, вот пришел сюда, что я здесь нахожусь? И я понял, Бог уже приготовил мое сердце, и я начал с Ним делиться Евангелие. Он говорит, понял, я приниму его. А теперь он пастор в Испании. Бог приготовляет нас, когда мы открыты, и когда мы слушаем. Третья часть, вы включаетесь в молитву слушания, вы ничего не говорите, то есть не на понятном языке, либо на непонятном языке, вы просто начинаете созерцать и слушать, слушать, конкретно слушать то, что Бог хочет вам открыть. Такая молитва довольно, будем говорить, кидает нам вызов, сильный вызов. Как вы чувствовали, переживали, что когда вы начинаете молиться, то какие-то идеи начинают приходить в вашу прекрасную голову. Есть такие люди, да? Как только вы начинаете раз... Да, знаете, какие картины, знаете, какие картины? Вы начинаете молиться, что вы забыли где-то помыть, поубирать, сразу идеи, мысли приходят, чего вы не сделали, а нужно было сделать. О, это прекрасно. Аллилуйя. Праздно. Итак, у меня очень большая проблема. Я нашел решение. именно с этим. Только начинаю молиться, в голову всякое лезет. А вот у меня решение я нашел. Когда то, что я начинаю молиться, приходит в голову, я начинаю писать. Как часто это происходит? Еще продолжает происходить. потому что я пишу, а потом открываю и думаю, ага, надо будет это сделать чуть попозже. И я потом возвращаюсь обратно, чтобы слушать. Окей, просто моей головы. Нам нужно дисциплинировать себя в данном варианте. Но вот такая молитва, даже мы иногда не думаем, что это молитва, может обогатить вас очень сильно. Очень сильно обогатить вас. Возьмите пример с меня. Я уже практикую такую молитву очень долгое время. Самые лучшие времена это именно такое молитвы созерцания, он будет говорить во мне. пророческая молитва может проявляться разнообразно. Лично молитва друг за друга или за кого-то вы молитесь, вы ходатат за него, или же просто иметь общение с Богом. Это может быть целенаправленно, или может быть не запланировано, случайно, как Дух Святой вас ведет. Очень важно иметь открытое сердце и разум для того, чтобы Бог действовал. Когда Дух Святой может говорить вам, оставлять то, что вас беспокоит во время молитвы, тогда я могу сказать, что Бог может излить свое откровение для вас. Что мы можем почерпнуть из пророческой молитвы? Это, во-первых, сила. Если вы переживаете именно пророческую молитву, видите и замечаете, как Бог действует и то, что Он делает, тогда это станет действительно вашей личной жизни и ваше хождение пред Богом. Вы начинаете понимать, как очень сильной может быть молитва в вашей жизни. Когда мы молимся, молимся, мы чаще всего не переживаем силу или какую-то энергию, когда мы молимся. Мы просто идем через эмоциональное состояние. Да, мне нужно помолиться. Спасибо, Господь, за это денег. Спасибо, все хорошо и будет нормально. Спасибо большое, я очень рад, что ты мне делал. в этом состоянии ничего не происходит. Но когда вы начнете практиковать созерцание в молитве, вы начнете замечать, как Бог вас начинает вести. Но когда вы начнете замечать это, тогда вы начнете быть смелыми и очень серьезными в молитве. Вы не только бунтите под себя под нос. Окей? Ну да. Вы уже говорите так, Господи, излей свой Дух Святой на это место. Дай, пускай те люди переживут Твое присутствие. Отец, пускай будет обновление в их жизни. Мы можем молиться силой. я хочу вам дать примерно пять как сказать слово benefits это еще нет то, что вам понадобится или же пользу. Пять вещей, которые приносят вам пользу в такой молитве. Даже их может быть больше, но я вам дам только пять. мое желание ободрить вас в вашей личной жизни, молитвенной жизни. Лично в вашей молитвенной жизни, но также перейти в молитву созерцания именно пророческой молитвы для других. То, что Бог начинает открывать лично для вас. Первое, пророческая молитва, она ведет вас в личных отношениях с Богом. Второе, коринфянам, 13 глава, 14 стих. Павел молится. Очень интересно наблюдать за молитвами Павла через Писание. Sometimes we don't recognize that it's a prayer. Мы даже не узнаем, вернее, не понимаем, что то, что там написано, это была молитва. Но он молится. And this is one of those cases. Вот о чем он молится. 2 коринфянам, 13, стих. Think of it as a prayer. Подумайте, что? Ну, правильно, 13 глава, 14 стих. Чего у меня есть? 2 коринфянам. Благодать Господа нашего Ишуа Мессии и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. 2 коринфянам. Я сказал 13 глава, 14 стих. Okay. 2 коринфянам, 13, 14. 13, 14. Что вы? У меня тоже русское, что вы не читаете. Вы вообще какие-то... Okay. Okay, he's praying for them. Он молится за вас. That they would experience the grace of the Lord. Чтобы они пережили или же могли почувствовать любовь и благодать Ишуа Мессии. And the love of God. And the love of God. How do we pray for people? Как же нам молиться за людей? We can find many examples in Scripture. This is one. How you can pray for someone else? Вот одна из них. Но как же молиться за других? Actually, I'm catching myself in something that I said I wouldn't do. Я как бы ловлю себя на мысли о том, что когда я сказал, что об этом я не буду говорить или не буду делать. So often we say I will pray for you. Мы часто говорим я буду молиться за тебя. The Lord sort of spoke to me some time ago. Много много времени назад Господь поговорил мне. And he said to me, he says, if you say it like that, если ты так будешь говорить людям, it looks like you are putting yourself up here somewhere and you're saying I am so good I can pray for you. Ты как будто поднимаешься на высоте и ты говоришь я настолько хорош, что только я могу молиться за тебя. And God said you need to pray with them. А скажи этим людям, что ты будешь молиться с ними. Хорошо? Не за, а с ними. Мы молимся друг за друга или друг с другом и в это время Бог будет делать что-то для нас. пророческая молитва устанавливает или развивает отношения с Богом. Потому что мы становимся внимательны к тому, что нам нужно услышать Его голос во время молитвы. Надо напрячь себя и слушать внимательно. И фактически такая молитва нас притягивает или приводит ближе к отношению с Богом. Ближе к Богу. Вот это место взаимоотношения с Духом Святым в это время ты получаешь откровение. И ты можешь услышать, что на Божьем сердцем сердце. Но если вы это не будете делать, вы не будете слышать, вы не примете. Часто люди приходят и говорят, я не слышу Бога. Я отвечаю, ты вообще пытался Его услышать? Потому что Бог говорит, и я знаю, что Он говорит. Я слышу каждый день, потому что у меня есть отношения, молитва. Нет, для меня не обязательно проходили большие откровения, что-то особенное. Даже слово, все будет хорошо, все нормально. но если ты не будешь слушать. Второе. Пророческая молитва помогает тебе молиться во власти и вере. первое Иоанна, пятая глава, сейчас, секундочку, четырнадцатый и пятнадцатый стих пятой главы. Друзья, открываем. вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас, а когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы не просили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Мы можем иметь уверенность в нашей молитве, но оно приходит, когда есть Его присутствие, находиться в Его присутствии. Когда ты находишься в Его присутствии, ты можешь узнать Его воля. привычка, которая становится повседневной. Это когда кто-то просит помолиться, я почти на автомате говорю, Боже, что ты хочешь, чтобы я этот человек имел? Какая твоя воля в этом человеке? иногда Бог говорит мне об этом, иногда нет. И если особенно что-то Бог говорит в этот момент, я это передам. Но если Бог не говорит ничего, я так тихо отпускаю эту ситуацию. честно говоря, вам не буду говорить того, чего Бог не говорит. Я не буду пытаться что-то сказать, придумать, что-то вы ожидаете, потому что вы просите помолиться. я знаю, что некоторые толкают об этом. Но я так не делаю и не собираюсь делать. И я верю, что если хочет ответить, Он ответит. когда Дух Святой открывает нам внутренность о том, что Бог имеет в планах Своих, Он дает нам и силы молиться верой. если кто-то приходит ко мне конкретно под такой ситуацией, и Бог начинает открывать, я буду молиться с уверенностью. Когда маленькая девочка поднялась, ее привели на сцену, потому что Бог сказал до того, как она пришла, я уже начал молиться с возложением рук с уверенностью и верой, что это была Его воля. И я ожидал, что что-то произойдет. Но честно быть перед вами, я не думал, что это быстро так произойдет. Итак, Бог, Он есть именно такой Бог. Мы можем использовать пророческое откровение которое дается Духом Святым чтобы иметь твердое провозглашение и пороческое утверждение. Одну вещь, которую я молюсь в этом году, я прошу, чтобы Господь высвободил свою силу. Я хочу видеть людей исцеленными, освобожденными. Я хотел чтобы видеть даже мертвых, воскрешаемых из своего сна мертвого. Я прошу это у Господа. Я скажу так, это уже достаточно долго, это все тянется. я не знаю, как это здесь, но я говорю о Финляндии. Мы последние много лет не видели великих исцелений. Мы также не видели многих людей освобожденными. Да, мы молимся, но мы не видим ничего происходящего. Я верю, что мы не слышим, что Бог хочет говорить в последнее время. Я спрашиваю Господу, дай мне уши, чтобы слышать и смелость, чтобы говорить. У ожидание, что Бог сделает что-то великое и будет делать великое. Будет действовать в силе и власти. Было чересчур долго прошло время, проходит, когда я видел это происходящее. И я молюсь особенно в это время, когда я здесь. Я уже помолился за многих многих людей за время моего нахождения в Украине. А теперь я ожидаю именно свидетельства о том, что Бог сделал. Кто-то подошел ко мне, когда я только приехал сюда и сказал, последний раз, когда ты меня молился, за я молился за столько многих людей. Этот человек подошел ко мне, последний раз, когда ты за меня молился, я думаю, за тебя молился? Да, 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 да. А я не помню. И он говорит, да, знаете, он пытался помочь мне, чтобы я вспомнил. Он сказал, last time you were here, you prayed for my wife and I, because our marriage was almost broken, finished. And I'd given him a prophetic sign. And he said, that sign came true two days after I left. Да, и он говорит, вот то, что вы сказали, тот знак, пророческий знак, который вы описали, он исполнился через два дня, когда вы уехали. Our marriage is completely healed. А наш брак, наши отношения с женой полностью восстановлены и исцелены. Когда мы молимся, давайте мы будем смелы. Третье. Вы молитесь с согласии с Божьим purpose, умыслом и замыслом Божьим. Okay, praying in agreement with God's purpose. Вы молитесь согласии с Божьим замыслом. Amos 3.3 Мы говорим Amos 3.3 says, can two walk together unless they are agreed? Могут ли пойти вместе, если не будут согласны? По-английски это как вопрос такой. Конечно, не могут идти вместе, если не согласятся. Фактически, что я говорю, мы должны научиться ходить с Господом, молиться в приоритете согласии его целей. Много места Писания мы знаем очень хорошо. в молитве Господа нашего Ищего Мессия мы имеем ответ один. Но сегодня я хочу, чтобы вы услышали нечто. Мы, Писание говорит, должны молиться. Твоя придет Царствие Твое да будет воля Твоя на земле как это и на небе. А вы можете молиться на основании этого Местописания во власти и с силой? Фактически нет. И мне иногда очень печально. Потому что Ищуа дал нам молитву и мы ее превратили просто в бормочание. Дали повторение некоторых. Мы просто ее от фонаря говорим. Но мы даже не думаем в глубину этой молитвы. Вот так есть много проблем с местами Писания. Мы знаем их очень хорошо от сердца. Но мы не прилагаем наше естество к этим местам Писания в молитве. Your kingdom come your will be done. God do it do it do it do it now. That's the way we should pray. We have the famous Psalm Psalm 23 which is a prayer of praise of David. The Lord is my shepherd. I shall not want. It's not the Lord is my shepherd. I shall not want. That's how I hear it. Most of the time. The Lord is my shepherd. I don't hear it. Oh God pastor my Alleluia. I shall not want. Amen. Amen. Yes. That's the way. when the Holy Spirit has given us insight as to what God is doing. And how to pray. We can pray in agreement with him. This is what God wanted. He says He wants His kingdom to come. He wants His will to be done here. And He wants His will to be done here. So we can pray this prayer with boldness. So we can pray this prayer with boldness. Yes. Yes. Let your kingdom come. Let your will be done. Let your will be done. In Romans 8, verses 26 and 27, 26 and 27 stich. Даже и дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, чем молиться, о чем молиться, как должно, но сам дух вдохновляет, воздыхает, ходатайствует за нас воздыханием неизреченным. Испытывающий же сердца знает, какая мысль духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей. Это перевод. Дух Святой помогает. Да, уже что-то происходит, даже не знаешь, что. Ожидайте просто. Иногда мы абсолютно не знаем, что происходит. Я знаю, что с вами такого не бывает, как со мной. У меня такое бывает. Я помню, за одного человека молился, и связки английских слов вообще не имела смысла. И все это время я молился на языках. А потом этот человек поворачивается и говорит, откуда ты это все узнал обо мне? А я спросил, а что, я на каком-то языке вообще-то говорил какой-то непонятный язык? Я спрашиваю сразу, послушай, а на каком ты языке меня понял? А он говорит, так ты же на английском молился. А я помню, что я не молился на английском языке. Но Бог говорил к нему прямо в его дух. Вот как иногда Дух Святой помогает нам в этих вопросах. А я даже не знал, а как вообще за этого человека молиться. Ну, что я сделал? Как бы, как Писание говорит, я укрылся в башне моей молитвы. А Бог вообще проговорил что-то, то, что человек тут услышал, что нужно услышать. Пророческие молитвы это очень сильное, всемогущее такое состояние это быть в партнерстве, то есть сотрудничество с Богом для исполнения Его целей. Аминь. У нас есть собственные идеи, как это должно быть. Но это не самое важное. Но когда у вас появляются Божьи планы, Божьи идеи, вы выражаете их. В Псалмах говорится, что планы человека будут разрушены, планы Божьи исполнятся. Да, так и есть. Да, так и есть. Надо помнить, это важно. Итак, даже если пророческие есть откровения, должны быть испытаны. Итак, четвертые. Пророческая молитва она созидает или как начинает созидать чудо. Окей. James 5, 17-18. И Якова. Книга такая есть. Кто помнит? Есть. Хорошо. Яков. Да, Яков 5. Пятая глава. 5, 17-18. Итак. И молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь, и если он соделает грехи, простятся ему. Признавайтесь друг перед другом в поступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усилена молитва праведного. Илья был человек подобный нам, молитва помолился, чтобы не было дождя и не было дождя на земле три года и шесть месяцев. Аминь. Ильяху был таким, как мы с вами. Но он и молился. Но он так молился, что Бог точно показывал ему дни и даты. кто бы из вас бы хотел помолиться за Украину, чтобы не было три с половиной года дождя на ней? Об этом все узнают и, конечно же, потому что еще и Илья не был сильно популярный в свое время. Помните, да? Тогда и у вас будет судьба или тоже не будьте сильно популярными. Но если мы не будем на одной ноте или же настроены на волну Божью, и не просто Илья молился, он молился в постоянстве силы и целенаправленно. не было такой молитвы, ну, Господи, да, не будет здесь дождя больше. Но мне кажется, что он молился со страстью и, наверное, как бы умолял Бога. еще что может сказать то, что говорил или сделал Ишуа. И Иоанна 5 глава 19 стих там Ишуа говорит он делал лишь то, что Отец ему показывал. Ты не только должен слышать или слушать, но мы также должны усматривать тот духовный мир, что Бог будет делать, либо что Он уже делает. Пророческая молитва именно здесь и обитает в то, что Бог делает, либо Он собирается делать. Писание говорит о том, что смотрите, что в ветхом как бы Писание место What's the word? You're asking me a question which I can't answer. Ищите горнего, а не земного. Слова такие надо использовать по Писанию, а то говоришь верхнее нижнее белье как будто. Yeah. Now, I'm not that kind of person. You have people who can quote a scripture in chat. Я не такой человек, который мог сказать местописание и так далее, где-то оно находится, какая-то страница. Я только знаю как бы само послание. I'm not that kind of person. Ну, да. If I quote something from scripture, you can be pretty sure it's accurate. But I can't tell you exactly what it is. That's why when I'm using texts, I always write them down. Especially for the translators. They don't sort of like it when I just quote scripture. But you sure look to the Lord, look to the Father. Ишуа, он искал от Бога ответ и не делал ничего, если Отец не делал. So we should be doing the same, shouldn't we? We should be looking and seeing what God is doing. Мы должны искать и видеть, что Бог делает. Now when I say that, it probably sounds hard. Я говорю это, и кажется, это очень тяжело. Но мне как бы вам сказать, это не сильно тяжело делать. Потому что за эти годы служения оно как будто строится в тебе самом. Во-первых, Ишуа уделял внимание или уходил в места, где он молился. И мы знаем из Писания, что он очень много молился. Писание говорит о том, что он ночь провел в молитве. Он удалялся пустынные места, чтобы помолиться. И если подумать, он же Сын Божий, зачем ему это было делать? Но он делал. И я думаю, он сделал это для нас. Он делал это потому, чтобы оставить для нас пример, что нам делать. Чтобы мы научились, что молитва должна быть постоянством в нашей жизни. И Ишуа делал эти моменты, чтобы использовать в своей ежедневной практике отношения с Богом. Луки 6, глава, один из примеров, 12 и 13 стих. Мы еще раз повторим это, Лука 6, 6 глава, 12 и 13 стих. В те дни взошел он на гору помолиться, пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих, избрал из них 12, которых и назвал апостолами. или тал медиемц. И в другом месте Писания говорит, после как он молился, он начал исцелять или же делать чудеса. Можно сказать, пороческая молитва становится фундаментом для жизни, которая преобразует чудеса, или же формирует чудеса. И последний, пятый пункт. Пророческая молитва помогает оттачивать ваши пророческие дары. Когда мы практикуем эту молитву, пророческую молитву, как и со всем остальным, чем более вы практикуетесь, тем лучше вы становитесь, то есть вы становитесь опытными. Многие из нас ожидают, пока мы не станем абсолютно идеальными в своей жизни. У меня для вас очень плохая новость. когда вы станете абсолютно идеальным, вы останетесь на небесах. Здесь на земле идеализма абсолютного не будет. 10 главе 27 стих, Иоанна 10 глава 27 стих очень просто там написано «Овцы мои слушают голоса Моего, и я знаю их, а они идут за Мной». И еще раз идея «слушать». Вам не нужно иметь дар пророчества, чтобы использовать пророческую молитву. Любой рожденный свыше верующий человек может молиться пророческой молитвой. Сыновья и дочери нашего отца я хочу вам сказать, что Бог хочет такие отношения отца и сына, дочери и отца. Бог желает говорить с нами, общаться с нами. В 9 главе Деяния апостолов вы помните, что Лука использует один разговор с Ананией. Анания не был пророком или апостолом. Помните? Он был ученик. пророческий молитва фактически она осталась в новозаветных писаниях основой, чтобы привести Павла или же Савла, который станет апостолом Павлом, в баптизм и подбирать его к покаянию, погружению и принять свое призвание, которое в его жизни Бог высвободил. мы читаем об этом в Аксе 9 10-19 мы можем это читать об этом. Но если вы хорошие сегодня ученики, вы запишите это местописание и прочитаете это дома. Это очень уникальное местописание, чтобы почитать и слышать, как Бог говорит. Анания говорит, я вот здесь. Анания отвечает, Господи, я слышу от моих о всем человеке. И также говорит, Господь сказал ему, иди, он есть мой избранный сосуд. А он молится. Фактически Павел видит в молитве, то есть в молитве созерцает именно этого человека, который придет. Анания не знал, слышал о Павле и то, что он творил. может сказать, Господи, чего я должен к Нему-то идти? Конечно, иногда мы можем поспорить с Богом и немножко пообщаться с Ним насчет вашего нехотения. Но Господь говорит, иди, потому что я избрал Его. И то, что Бог избирает, это не так, как человек избирает. Поэтому давайте будем искать именно такого образа молитвы и искать именно пророческой молитвы в нашей жизни. чтобы мы могли быть способными входить в этот диалог с Богом. А фактически Диадь и Апостол, 9 глава, 10 по 15 стих, это идет именно разговор с Богом и на пророческой молитве. Если даже у вас и есть пророческий дар, но пророческая молитва это инструмент, чтобы усилить или же дать возможность этому пророческому дару расти в вас. чтобы действовать в этом пророческом даре, и чтобы действовать в этом даре, вам нужно услышать от Бога. Итак, потому что пророческое слово это слово, которое приходит от Бога. Нам нужно слышать Его голос. и то, что Он дает вам внутренне тайные такие вещи, и поделиться с этими внутренними состояниями, тайной с другими людьми. от Бога.